Каждому ребенку свой подход. В Доме научной коллаборации имени Жареса Ивановича Алферова проходят бесплатные мастер-классы для школьников. Группы сформированы по возрастам, а значит проблем с восприятием материала нет. Преподаватели работают с ребятишками 5-11 классов. Преподаватели, они у нас очень опытные, молодые, креативные, позитивные. Они, конечно, находят подход к любому возрасту и пытаются доступно объяснить. У нас есть возможность показывать и видеофильмы, и какие-то ролики, и даже где-то фильмы небольшие, чтобы донести в полном объеме нужную информацию. Помимо теоретической части занятий, лекций, семинаров, дети могут закрепить свои знания на практике. Так материал усвоится лучше, а желание учиться дальше удвоится. У нас закуплено огромное количество оборудования и по биологии, и по медицине, и по IT-профилям. Допустим, по медицине у нас есть оборудование, которое можно даже увидеть в медицинских клиниках. То есть у нас есть оборудование по реабилитации, и различные приборы замера давления, даже пульсоксиметры у нас есть. На момент приезда нашей съемочной группы для детей проходило два мастер-класса. Один из них рассчитан на школьников медицинского профиля. Тема урока – изучение физического состояния тела спортсменов. Для наглядного примера на занятия пригласили представительницу женского ациклического вида спорта. По словам преподавателя, самое приятное в таких встречах – отдача детей. С детьми работать очень интересно и всегда приятно, потому что по роду своей деятельности в основном-то я сталкиваюсь с больными людьми. Я врач-гастроэнтеролог, и когда работаешь с детишками, отдача – она практически с первого занятия. Мы это почувствовали вместе. Пока будущие медики изучают строение тела и другие предметы, ребята помладше собирают роботов. Участие в мастер-классе по робототехнике приняли ученики пятых-восьмых классов. Чтобы собрать базового робота, детям достаточно 15-20 минут. Интерес учеников подогревает конкуренция. Для ребят важно, чтобы был собран робот, который участвует в соревнованиях каких-либо, потому что соревновательный момент, он мотивирует ребят что-то собрать и запрограммировать. Наши роботы могут ездить по какой-то определенной траектории, участвовать в соревнованиях с УМО, кегель-ринг. Кстати, сегодня у нас соревнования по кегель-рингу. Чтобы победить в таких соревнованиях, ребятам необходимо запрограммировать своего робота так, чтобы он умел находить кегли вокруг себя и выталкивать их за пределы круга. Все мастер-классы организованы в рамках нацпроекта образования и продлятся до 24 января. Посетить интерактивные занятия можно бесплатно по адресу улица 12 сентября 9А. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Уллправда ТВ.